всем всем привет покажусь вам последний раз бородой в этом месяце завтра мне к парикмахеру так что все нормально а то некоторые люди прям пугаются некоторые зрители некоторые вообще пишут пожалуйста не показывай себя это что ж такое я прям до такой степени выгляжу не гласно ну да зарос немножко но как бы не очень все плохо завтра постараюсь так что не переживайте как вы поняли с названия у меня закончились поросятки ура так как и хотел продал поросят двум людям всего одни люди купили троих четвертого подарил и сегодня одни люди купили троих четвертого подарил и при том знаете так хорошо получилось я не давал никуда больше объявления мне написала моя соседка ну через несколько домов можно сказать по улице не прям соседка по домам а через несколько домов это в общем я считаю тоже как бы соседи на одну улицу спросила за белых свиней я говорю нету говорю есть вьетнамцы она спросила какая цена я написал так как бы та же самая цена 800 гривен я говорю троих возьмете а четвертого подарок мне так легче потому что двух возьмут а двух останутся мне их некуда садить ну как бы в общем получается что поросят продал двое в две руки одним четверек и другим четверек так что вот такие вот хорошая на данный момент новость и знаете что еще хочу сказать кто как бы меня много зрителей которые за мной но за каналом следят прям ответственно вот так ну я имею ввиду за происшествие на канале и вот серьезно знаете очень не знаю светлое стало нет а там может засвечиваться экран очень много людей вот реально много я не знаю когда я вспоминаю когда кто поросился мне часто в комментариях а в личку знаете наверное человек 6 не написал спасибо вам большое вот так прям высчитали сколько свинок ну какая свинка в какой день гуляла и какая свинка когда будет пороситься вот как бы есть такие даже зрители спасибо вам большое правда что вот вы так прям следите за каналом хорошо можно сказать и знаете временами даже больше чем я а может просто у вас есть время и вы просто пересмотрели перемотали ролики назад посчитали как я делаю в основном потому что я сейчас никаких подсчетов не веду никаких записей у меня нет на это времени нет желания и я думаю что и нет нужды вот так но только что как бы ну я только что управился все поубирал и обратил внимание на свинюшечку ну и как бы не долго мы с вами будем без маленьких поросят потому что порос будет ну конечно сегодня уже не будет 13 потому что тут до 14 осталось совсем самая малость но 14 числа на 112 день если считать от 23 февраля 112 день а кто меня смотрит хорошо как бы тот помнит что хавронья поросит а поросилась прошлый раз на 112 день и вот 112 день завтра ну как бы если просто считать что типа она поросилась на 112 день прошлый раз и это раз так будет конечно так нельзя говорить но если у нее появилось молоко а я не побелил ей загон ну как бы это не страшно я думаю что это не проблема у нее появится с молоком и знаете вот внешние признаки что свинка собирается пороситься время опускается прям на землю когда свинка стоит в имени появляется молоко живот вот так в боках западает как бы обвисает не знаю почему так происходит почему мышцы самого живота вот так обвисают и свинка мастерит гнездо как бы смотрите у нее нет веника никакой метлы нету ничего но в основном вот смотрите как выглядит загончик весь в опилках то есть я застилаю загончики полностью опилками а когда свинка мастерит гнездо если бы она находилась на соломе то ее бы гнездо было сделано из соломы она бы собрала каждую соломинку она бы том вот так бы растыкивала по всем уголкам эту солому но так как соломы нету на опилках она ну и сена то она 100 как могла как бы инстинкты работает она как могла так и подгребла в общем я быстренько всех покормил пласть побежал я приготовил немножко сена я буду тюковать солому так что за сена я не не сильно-то и переживаю но я уже с одним человеком с тем же что и прошлый год у него брал договорился за сена 20 тюков мне больше не надо мне хватит потому что я буду тюковать солому в поле ну и как бы для подстилки животным для опороса у меня будет солома а в основном во все остальные дни в дни ожидания последующих опоросов они у меня на опилках будут вот так в общем поэтому большого объема соломы мне не надо только на время опороса но как бы заготовлю это все таки будем совсем скоро уже будем косить пшеницу так что это своя солома тюкует по 20 гривен у нас за один тюк как бы абсолютно недорого 100 тюков мне затюковать 2000 отдал людей нашел эти 100 тюков закидать в общем у меня за 3000 получится 100 тюков дома ну это так образно говоря ну как бы да совсем недорого по 30 гривен будет себестоимость у к ну вот так а куплю сено по 50 гривен как брал прошлый год ну как бы вот так все будем сейчас вместе с вами нашей хаврошечки убирать опилки потому что на опилках поросица я не разрешаю потому что это нехорошо до хаврошечка крошечка хаврошечка вы скажете почему я не подготовился раньше потому что ну как бы сидеть ей на соломе носения это мне выгребать как бы на сене мокро на опилках суши и я не знал как у нее будет этот раз я не знал будет ли она заранее пороситься как вот сейчас но получается сегодня 111 сутки это есть срок 114 суток это 16 числа сегодня 13 так что не готовился но не пропустил так что будем принимать опорос вместе вы писали что нужно ей включить хотя бы белую лампу маленькую чтобы поросята лезли туда на свет типа ну как бы чтобы им было светло но наверно просто не буду выключать там посмотрим может и вкручу туда лампу маленькую да и пусть горит белая там светлая лампа даже для того чтобы она просто ночью на него на какого-то из поросеночек не наступила до мамулечка а время прям налитая прям такое объемная и но все до одного признака на лицо пока еще воды у нее не отошли поэтому как бы я не знаю сколько еще пройдет до момента опороса но я уже в течение часа здесь нахожусь и вот в течение этого часа молоко у нее есть я вам уже много раз об этом говорил что примерно за пять-шесть часов до опороса у свиноматки появляется молоко конечно бывают исключения когда молока нету и даже после опороса но в норме молоко появляется вот за вот такой нет небольшой короткий промежуток перед опоросом до красотулечка давай я позаметаю и тебе сапс сена дам давай сена свеженькая из сада ароматная булочка вставай вставай толстенькая получается первая гуляла первая гуляла булочка но булочка прошлый раз опоросилась срок а сроку булочки 15 видите она вот у свиней мода в момент опороса стоять задницей в какой-то угол она то ли чувствует так безопасность как бы ну видите она отгораживается от меня выйди с угла выйди выйди толстушка не будешь на меня кидаться я же твой опорос прошлый раз пропустил ты на новый год прям прям на новый год опоросилась вот помните она опоросилась ровно на новый год вот сейчас пошел шестой месяц до получается прошло с момента опороса пять с половиной месяцев даже чуть не полная как что так что все нормально по графику выйди пожалуйста давай не будешь на меня кидаться я ж не знаю какая ты в опоросе толстушка какая ты в опоросе а ну сходи водичку попей сходи сходи попей ну толстуха это же мусор глянь какой мусор как ты будешь таким мусором пороситься ну не сдвинуть место глянь не шевелятся ну ну пожалуйста давай выходи выходи только не кинься на меня пожалуйста отойди ну давай выйди ну блин ну давай давай в этот уголок переходи давай о давай я там вы время туда давай давай выйди с уголка выйдет ну выйди ну толстая ну пожалуйста вот умничка давай еще шажок ну шажок еще прям боишься сдвинуться да боа и всего часто бесит не видите прям все бишь весь мешаю я ей бешу ее надоел я ей короче но так как она кто не помнит это хавронья свинка и прошлый раз на новый год я ждал опорос 3 числа поэтому в новогоднюю ночь я сюда не приходил мы сидели встречали новый год потом утром первого числа я пришел через верх им покидал кушать и пошел домой спать пришел вечером она она черных порося убила поэтому муж у нее сейчас тот же самый нужно ни в коем случае нельзя пропустить опорос да а может она уже не будет никого обижать стала девка взрослая умная да короче не знаю да девчусь ну а булочка булочка не собирается я у нее тоже проверил молоко у нее молока нету но получается что до 15 доходить она может до булочка не ложись давай давай булочка сейчас сейчас тебя тоже покажем ты меньше но ты тоже вы на уже отбиваешь булочка аккуратно и не знаю знаете гуся вот читал комментарии вы там пишите вот мне тоже гуцини из-за этого не нравятся что я не знаю что вот с ними делать когда их так много и они все в куче я не забрал гусят это получается что ну я не знаю когда вот тот серенький вылупился но он еще и не пил и не ел до этого момента но завтра с утра буду эту гуциньку или вместе с ней или отдельно заберу гусят короче не знаю что мне делать но то как вы видели как они себя ведут вот у меня укусы до сих пор вот такие наверное синяки будут на свеженькая ароматная давай наводи порядке давай вот это другое дело а то лежала на той скажи на тех черных опилках грибла грибла их скажи шо я там грибла непонятно ну вот такие вот у нас тут пироги да видите как бы нашла себе укромное местечко хотя вообще вот сколько она в этом загоне сидит ну как я их разделил да как я ее забрал от найти то тот угол у нее был туалетом то есть она вот здесь лежала а там ходила в туалет а вот сегодня ну я утром почистил там подстелил стало сухенько ну как бы и она сегодня в туалет не ходила я так понимаю потому что она собралась пороситься и тот угол она облюбовала укромное местечко для опороса колючка вот тебе уже колючка это надо убрать вот так да ну как тебе ну вот такие вот дела предвидится мне ночка без сна а там я не знаю может она быстренько справится вот вот такая смотрите стоп-топ топчется с ноги на ногу это это может быть схватка видите и она так немножечко при присцикнула я извиняюсь за это прямолинейность но так происходит у них я думаю кто держит свинок это людям такие ролики полезные вот так ну а так посмотрите какое в имя большущая у этой прям громадная и какой маленькой у булочки пока на данном этапе до толстушечка толстушечка а ты как-то надумаешь через два дня вообще а еще знаете как свиньи умеют они умеют немножко синхронизировать опоросы опорос одной свиноматки она когда поросится у нее вырабатывается ну как бы окситоцин это понятно да и она вообще при опоросе есть запах опороса и вторая свиноматка которая с упоросна и примерно плюс-минус срок одинаковый может из-за вот этого запаха опороса тоже себе придумать что ей надо пороситься у нее вырабатывается окситоцин и начнутся схватки такое бывает молоко появится тоже от окситоцина родовая деятельность тоже от него же появляется так что все может быть может такое случиться что одна закончит опорос а вторая начнет ну а может может ей быть кофе и она не будет пороситься я имею ввиду вместе с этой да он видите как с ножки на ножку вот это тупотение с ножки на ножки это тоже это один из предвестников да и схватка видите как напрягся животик вот рог матки вот так напрягся возможно что и не буду уходить отсюда да ты мэх ой прям смотрите то не может такого быть вот ты божечки от те божечки а гнезда то и не сделала скажи поздно я принес тебе сенушка да я сказал дотянет до 12 до 14 числа а ну то фигушки и не дотянет да давай гриби гриби сена давай давай схватка схватка видите как хрюкает и ложится эти божечки эти божечки сейчас вам покажу молочку и будем заканчивать и уже не тянете божечки не вставай вот так схватка была давай пузик почешу ложись 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 моя красота пузатая давай 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 ты хорошая 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 моя девочка смотрите об молоко есть молоко летний такой опоросик знаете хоть какие-то выкинем вот так давай застелим все давай вот так опачки колючих больше нету вроде нету вот так знаете погода погода благодарен погоде потому что сегодня не жаркий день вчера был дождь и ночь опять такая свежая мостит 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 гнездышко эти божечки знаете я думал что ой зажил зажил короче ранка подсохла так что все все нормально так я думал будут пороситься сильную жару а нет погода немножечко так температура температура немножко понизилась и нам обещают на завтра на послезавтра такая пасмурная влажная погода может даже пойдут дожди так что мне тут не придется вариться и очень даже хорошо что в ночь потому что на самом деле днем днем пожарче сейчас прям хорошо может даже если буду тут сидеть то с улицы такой свежий воздух идет что может даже придется дыр прикрыть да и понятненько там что ушечка эти мои толстушечка вот и следующая до следующая вот так тоже ложится давай давай ложись давай давай ложись 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 вот так так что вот такие дела с пепой знаете что могу сказать опоросы пепы это самый легкий самый лучший опорос из всех что я помню вот честно из всех что я помню это самый лучший опорос но могу сказать одно что такие вот хорошие опоросы может я уже просто их не полностью помню были у хава у брюльки да вот брюлька она поросилась во сне она кормила отлично у нее было 10 сосков она могла выкормить только 10 поросят но у него всегда были хорошие опоросы и вот этот пепы на порос просто вот как бы один из лучших да говорит что самый лучший не надо но вот один из лучших так прям полтора месяца она кормила поросят выглядит отлично аппетит отменный надо посмотреть все ли съела как бы ну в общем что я думаю по этому поводу наверное наверное пепа вот сейчас загуляет и я ее пущу опять кабанчику пусть будут пусть будут поросятки ну вот если она сейчас в июне погуляет то туда на средине осени то есть если продавать то на начало зимы как бы знаете вы скажете что кто их возьмет тогда но а когда месяц дать ей отдохнуть короче как вы думаете дать месяц ей отдохнуть покрыть ее покрыть ее в конце августа да полтора месяца два даже и поросята будут на январь короче посмотрим да такое массаж такой я тут делаю а у нее у нее какие-то тыгнушки в спине ну вот так короче что вы думаете по поводу пепы напишите пожалуйста скрыть ее еще не крыть когда сейчас потом но вы сейчас знаете вот некоторые зрители мне часто пишут что а какая разница если ты не прислушиваешься к людям знаете прислушиваюсь прислушиваюсь и просто временами люди такое советуют что вот не хочется прислушиваться а вот когда я спрашиваю вот тогда я прислушиваюсь я рассматриваю все варианты ну посмотрим может просто потом еще сделать какую-то акцию да там 1 600 а 2 за 500 да на новый год ну зимой поросята может у кого-то теплый сарай да а может кто-то лампу включит а может кто-то топит сарай а может у кого-то корову там тепло всякое бывает так что посмотрим улеглась улеглась моя булочка пути быстренько давай давай я почешу пузико давай вот так почешу пузико вот такая девочка давай давай вот и моя хорошая все будем будем ждать поросяточек интересно сколько будет пишите в комментариях сколько будет поросят делаем ставки господа да такая красивая омолодилась шерстку сменила гладенькая красивенькая свинюшечка да это шерстку не сменила не сменила вот только начинает а капоросу капоросу не успеет а это водички попить захотел иди попей иди я налил давай пей моя девочка ну вот такие вот дела сейчас мне еще нужно сви взвесить перепел очек нужно еще загрузить ролик который вчера снял короче она у меня с головы вылетает снять снял а загрузить не загрузил еще и путаюсь нужно их пересматривать где какой день потом смотреть какой день я уже снял потом снимать какой следующий день короче вот такие вот дела весы я принес ложись ложись вот так вот так вот так молоко есть очень фонтан вот такие дела все друзья ждем малыша река думаю что все будет хорошо пожелайте удачи этой красоточки и увидимся уже в ролике с апоросом да да девчатки и хлопцы вот такая хорошая хорошая давай почешу пузик вот так вот так вот так ложись 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 давай все подружились она мне доверяет скажи вот такая красотка все всем пока пока машей скажи все будут спать а мы с тобой не будем спать мы будем поросят принимать все всем пока пока пока